Новая система газоснабжения и косметический ремонт. В 2005 году мемориальный комплекс Вечный огонь на набережной Грина обновили. Сделали это городские власти к 60-летнему юбилею Победы. Мы продолжаем серию сюжетов в рамках нашей акции. В честь дня рождения телекомпании нам исполнился 21 год. Это немало, как и отснятых за это время событий. Сегодня мы предлагаем вспомнить значимое для города событие реконструкция Вечного огня. 9 утра. Осталось вымыть плиту, смонтировать горелку и звезду. Все то, к чему стремились, будет воплощено в жизнь. Я доволен, так скажем, на все 100%. То есть работу успели раньше срока. Поэтому я очень рад, что 9 мая у нас все готово практически. Это огонь еще не вечный. Это пламя временное. Репетиция премьеры. Начало работы нового газопровода. Можно открывать обелиск, показывать его властям. Три часа дня. Работу строителей принимает мэр Василий Киселев. У Вечного огня почетный караул. Это ребята из 22-й школы. Сегодня их дежурство. Завтра здесь будут ученики другой школы. И так до 9 мая. Монумент, посвященный воинам-кировчанам, принявшим огонь на себя, не случайно назвали вечным. Память о мужественных бойцах должны увековечить камень и пламя. Строители считают, что своему названию обновленный памятник соответствует. Не то, что прежний. Все сделано заново. Тут ремонта, наверное, не было лет 30, судя по газопроводу, который пришлось заменить. Поэтому здесь все новое практически. Гранит, камень гранитный, бордюр я имею в виду. Вот вся покраска заново сделана. То есть, все это очищали. То здесь видно было, что давно. Здесь строители не работали. А ремонт фасадов домов на Московской скорее косметический. Чтобы грязные потрескавшиеся стены не портили вид обновленного монумента. Стены замазывают и красят лишь с лицевой стороны. Обновляется просто с самой покраской и все. А на больше денег не дали? Ну и времени не хватает. 9 мая работы не завершатся. Будут класть асфальт, собираются облагородить откос, зазеленить газоны. Кроме того, как и раньше, здесь будут светить шесть фонарей. Ради единства стиля торшеры собираются купить такие же, как в Александровском саду. Только пока их не заказывали. Вечный огонь и так стоил городу не один миллион рублей. На фонари пока денег нет. Но подсветку обновили.